С каждым днем становится теплее и на улицах все больше велосипедистов, а значит и желающих похитить оставленный и без присмотра двухколесный транспорт. Для кого-то велосипед средство передвижения, для кого-то обогащение. Сотрудники полиции рекомендуют это обстоятельство учитывать и заботиться о безопасности транспортного средства. В случае ЧП нужно обратиться в правоохранительные органы, дождаться наряд и сообщить отличительные особенности велосипеда, а также номер техпаспорта. Но не стоит надеяться только на полицию, защитить транспорт можно самостоятельно. В первую очередь это противоугодные средства. Чем сложнее эти противоугодные средства, тем лучше, естественно. Следующий момент – не оставлять велосипед без присмотра. Вроде бы очевидные вещи, но тем не менее, все чаще владельцы оставляют в подъездах домов, похищают между тем велосипеды даже из подъездов, оборудованных домофонами. Они выходят, а велосипеда утром нет. Если есть возможность, то парковать двухколесный транспорт лучше на платных стоянках или местах, оборудованных камерами видеонаблюдения. Это повысит шансы вернуть педальный транспорт в случае кражи. Это уже третий велосипед Кати. Предыдущий угнали в прошлом году. А два года назад еще с одного злоумышленники сняли сидение. Пристегнула велосипед на лестничную площадку на первый этаж, пристегнула на замок, отлучилась на 15 минут, возвращаясь, седла нет. Причем очень обидно, что в собственном подъезде. Так и не нашла. Велосипед украли также у дома, пристегнула на вечер на замок, не было у меня около велосипеда, часа три я за ним не следила. Возвращаюсь спустя три часа, лежит один жгутик, велосипеда нет. Теперь Катя без присмотра средства передвижения не оставляет ни на минуту. Хорошая модель велосипеда стоит недешево, а значит утрата будет существенной. Практически ежедневно в полицию обращаются граждане, ставшие жертвами веломошенников. Тем, кому искать парковку или покупать железные цепи не хочется, предлагаем менее затратную и более оригинальную альтернативу. Передвигаться летом можно не только на велосипеде. Развить высокую скорость на доске, правда, вряд ли получится. Преимущество скейтборда в скромных габаритах. Приехав куда-то, не нужно искать место для парковки, поэтому и беспокоиться о том, что его угонят, не стоит. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иваново.